Музыка Предстоящие выборы губернатора Камчатского края обещают быть жаркими. Кандидатам недостаточно просто собрать необходимые документы и сдать их в избирком. В итоговом бюллетене увидит свою фамилию только тот, кто прошел второй этап. Необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр. Государственная дума приняла такое постановление, что 10% от муниципальных депутатов на территории должны дать нотариально заверенную свою подпись данному кандидату, что они согласны на его выдвижение в качестве губернатора. Вот это и есть муниципальный фильтр. У нас на Камчатке этот муниципальный фильтр составляет от 58 до 61 муниципального депутата. И вот всем тем претендентам, 16, которые сейчас изъявили желание стать губернатором Камчатки, им нужно предоставить в избирательную комиссию согласие этих 60 человек. Правом такой подписи на Камчатке обладают 578 депутатов и два избранных на муниципальных выборах главы Атласовского и Мирьковского сельских поселений. Всего согласно уставам 580 человек. Один депутат, одна подпись. По таким расчетам из 16 нынешних кандидатов только 10 человек имеют математические шансы преодолеть муниципальный фильтр и собрать по 58 подписей. Это идеальная цифра в идеальной жизни. Что же на самом деле? Фактически на Камчатке гораздо меньше депутатов и глав. Часть сложила свои полномочия в связи с переездом, иные досрочно прекратили свою деятельность по другим причинам. На данный момент в муниципалитетах Камчатки по спискам действующих депутатов и глав только 515 человек могут отдать свои голоса за того или иного кандидата. То есть муниципальный фильтр пройти могут уже не 10, а максимум 8 человек. Причем не просто собрать подписи муниципальных депутатов, а есть определенное количество территорий, ниже которых нельзя опуститься. То есть в нашем случае, если не ошибаюсь, это 7 территорий, 7 районов, в которых человек должен получить подписи. Что естественно в период такой, как у нас сейчас, скажем, ограничение, связанное с коронавирусной инфекцией, он достаточно проблематичный. Прежде всего из-за того, что авиасообщение у нас фактически возобновилось только с районами. И те, кто здесь застрял в городе, постоянно проживая, условно говоря, в Киричиках или в Каменском, они естественно сейчас стараются сами прилететь туда, нежели кандидаты, которые еще и не сформировали избирательного фонда. По информации Краевого избиркома, лишь 6 кандидатов из 16 заявленных внесли в свои избирательные фонды хотя бы 100 тысяч рублей. Еще одна особенность Камчатки, многие депутаты и главы сельских поселений одновременно являются депутатами муниципальных районов. Несмотря на то, что они занимают сразу две должности, голосуют только один раз. Например, в составе Совета депутатов Алюторского района состоят главы сел Пахачи, Хаилина, Ачай-Ваям и других. Самая страшная, это самая логистическая часть. У нас есть ряд районов, возьмем тот же самый Пенжинский, в который просто так не попадешь. Это нужно, чтобы по трассе Петропавловской личики была нормальная трасса, да, то есть чистое небо. Прилететь туда, попасть, чтобы был перевал не затянут, вертолетом добраться. Ну и добрался ты куда? Ты добрался в один населенный пункт, да, вот, в другие. На чем? На лодке? На вездеходе? Это все очень сложные моменты. Логистика, реальное число депутатов, конкуренция за подписи, максимальное число людей, прошедших муниципальный фильтр, снижается до шести. Остальные заведомо не смогут обеспечить свою избирательную кампанию. Кто же из кандидатов преодолеет второй этап? Самовыдвиженцы или представители партий? И кто их поддержит? Непартийные депутаты, их 135 человек? Или партийцы, которые предпочтут отдать свои голоса соратникам? Одна партия вряд ли будет голосовать за другую. А без поддержки депутатов нет шанса увидеть свое имя в избирательном бюллетене. Консолидация может помочь. Но готовы ли к ней кандидаты? Какой-то шанс есть, да, на это. На то, что будут помогать просто для того, чтобы, ну, для того, чтобы посмотреть, вот, насколько реально тот или иной человек популярен, да, или возглавляемая им партийная организация. Поэтому вот 4-6 это потолок. 6 это если начнут помогать друг другу кандидаты. Из тех 16, которые сейчас зарегистрированы, я думаю, что шансы пройти этот муниципальный фильтр есть в лучшем случае у трех-четырех. Итак, вопреки многим ожиданиям, избирательный бюллетень не будет украшен десятками фамилий. Благодаря несложным математическим вычислениям понятно, что в финальную часть избирательной кампании пройдут максимум 6 претендентов. И уже из их числа, 13 сентября, камчатцам предстоит выбрать нового губернатора.